Михаил Кремер, российский актер театра и кино, наш земляк, владивостокский, коренной. Игра на выживание, перевал Дятлова, сидя дома. Известные сериалы, в которых снялся Михаил. Но прежде он потратил годы, чтобы найти место в жизни. Начал свою карьеру в спорте. Около пяти лет он профессионально и весьма успешно занимался спидвеем. Выступал за команду «Восток». Михаил Кремер, стартовый номер 18. Были соревнования отборочные на Россию, на следующую, юниорскую. Юниоры были. И сидел Ренат Гафуров, то еще я сказал, ребят, если я завтра приеду не первый, я ухожу, я забираю все документы, все. Потому что я должен либо первый, либо все. И я пришел вторым. Я забрал эти документы и ушел. Ушел в море. В течение двух лет будущий артист ловил рыбу. Однако и морские приключения закончились. Настало время реализовать детскую мечту. Поверял фильм «Начало». «Начало»? Да. «Нолана», да. «Начало». И все, я с ребятами, моряками, я говорю, я стану актером. Я поеду и стану актером. Вскоре Михаил купил билет в Москву и спустя год стал студентом ГИТИСа, где учился под руководством Леонида Хейфиса. Я понимал, что я там, где я должен быть, но меня сломал Хейфиц на втором курсе, прям в хлам. Он, у него методика такая, вот он, ты вроде, у меня первый курс шел просто по маслу. Я был первый, первый, я прям, у меня такая энергия была. А на втором курсе, когда начались отрывки, он меня начал уничтожать. После окончания института Кремер служил в театре Маяковского. Экранная карьера артиста началась с ролей в российских телесериалах «Универ», «Улица», «Девчонки». Он постепенно пополнял фильмографию новыми проектами. Один из них выстрелил во время самоизоляции «Сидя дома». Во время съемок сериала ему пришлось быть не только актером, но и оператором. «Сидя дома»? Да, «Сидя дома». Снимали на этот телефон. Я его снимал. И другие тоже снимали? И другие тоже. На телефон снимали? На телефон. За неделю серию. Ее прям писали, мы снимали. Приезжал, максимум, что приезжал, это реквизитор, который привозил на «Газель», что-то еще, велосипед. Потом мне говорят, езжай к Гоши Куценко, к нему домой, он живет в Подмосковье, туда-туда, вы снимете совместный эпизод. Там свои дети орут, что-то у Гоши тоже, жена, туда-сюда, ну такой быт-быт-быт. Он говорит, я кино снимаю, елки-палка, давайте, блядь. Это очень весело, это прям круто, когда так, знаешь, внезапно, экстремальные условия. В том же году состоялась премьера другого сериала с участием Кремера «Игра на выживание», где ему досталась роль бойца ММА. Шансы у меня высокие. Вы остальных-то видели, с кем там вообще играть. Выиграю, зал свой в Краснодаре открою, буду пацанов тренировать. Не всю же жизнь самому кулаками махать. Мне понравилось, как я сыграл, как мы работали над «Игрой на выживание». Это вот такой получился прям, это было погружение, максимальное погружение в проект, потому что он был в экспедиции, мы снимали его в Абхазии на 4 месяца. И было условие, чтобы ни у кого никаких проектов не было, мы едем туда, в Абхазию, погружаемся, живем в горах. Остановив свой выбор на профессии актера, Михаил не прогадал, сумев запомниться и полюбиться зрителям яркими образами. Да не надо бояться своих, вот этого вот, что возникает у тебя, что «а, не получится», всякой вот этой истории. Нужно быть смелее в этом плане, пробовать, но жизнь одна. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.